Всем привет, с вами Прио. Каждая репутация имеет различные свои награды. Также с дополнения легион у различных фракций появилась дополнительная репутация с сундучками за 10 тысяч репутации, в которых также находятся различные дополнительные награды. Но также еще стоит помнить о том, что, например, БФАшные сундучки дают нам голдишку, ресурсы. Ну и если, например, это сундучок седьмого легиона или армии чести, то там еще есть баджики, которые можно потратить на покупку поушенов, которые повысят опыт персонажу, получаемый на чуть-чуть. Ну да ладно, сегодня речь пойдет о различных наградах, которые можно полутать из всяких различных сундучков, у различных фракций и вообще все такое прочее. Как мы прекрасно знаем, относительно недавно был запущен бонус. Впечатляющая влиятельность. Вы получаете на 100% больше репутации на расколотых островах Аргусе, Култиросе, Зандаларе и в Носжатаре. На самом деле бонус довольно-таки сильный. И то есть, например, если вы не играли в какой-то из этих патчей, не играли в, например, Легион, то вы можете просто-напросто пойти туда, делать локалочки различные, там получить полеты со временем в текущий момент. И то есть, рано или поздно вы начнете лутать различные награды. Маунты там имеются, игрушки имеются, питомцы различные. Вот сегодня-таки мы об этом и поговорим. Начнем с бфашных, с актуальных наград и закончим уже легионовскими. Там есть очень интересные награды, очень красивые и замечательные. Да, совершенно верно. Так, значится, что у нас получается? Бфашные фракции. Они у нас есть альянсовские, они у нас есть ордынские, конечно же. Отличаются фракции между собой по принадлежности к фракции. Допустим, та фракция, которая находится в Нажатаре, то есть, это Анкоа или Освобожденные, их награды за сундучок у дополнительной репутации, который получается, он одинаков. Получается, там игрушка под названием Бьющаяся Рыба. Положить рыбу на землю и пнуть ее. КД-час. Ну, то есть, если вам просто интересно получить побольше игрушечек, то это хороший-таки способ. Далее имеется игрушка под названием Реликвия Глубин. Вы кладете на землю ракушку, если ее коснуться, у вас оживут воспоминания о том, какие приключения довелось пережить в Нажатаре. Вам и вашим союзникам. По-моему, там графическая ошибка, да? Чуть-чуть имеется. Ну да ладно, мы не будем к этому присматриваться. Также, если у вас имеется профессия начертания, вы можете получить чертеж, технику под названием Символ Холодных Волн. Это символ для мага. Также можно получить маунта под названием Королевский Морской Варан. То есть, вот источник. Припасы Анкоа или припасы Освобожденных. Освобожденные это у Орды. И конкретно Анкоа, это уже у Альянса. Но если рассмотреть маунта, который покупается за превознесение, то он уже разный за 250 моножемчужин. То есть, если у вас есть альянсовский персонаж, но при этом нет ордынского персонажа, то прокачайте ордынского персонажа, нафармите на нем жемчужины и купите этого маунта. Его можно будет использовать и на Альянсе. Это будет довольно-таки кайфово. То есть, использовать на другой фракции другого маунта. Хотя, возможно ли это? Но, по крайней мере, по-моему, он засчитается в счетчик. А это в целом неплохо. Также четвертого левела эссенция. Такие как Эгидо Глубин. Далее Вечный Прилив. И Высвобожденная Сила. Переходим к следующей фракции. Следующая фракция – это Седьмой Легион. У Орды аналог Армия Чести. Там одна и та же игрушка под названием Воодушевляющее Знамя. Сейчас найду его и покажу. Вот оно. Воодушевляющее Боевое Знамя. Устанавливает боевое знамя и воодушевляет бойцов поблизости. КД 10 минут. Интересное, красивое знамя вашей фракции. Может быть на БГ это будет интересно. Но опять же, это игрушка, которая просто-напросто пойдет в количество. Также дается рецепт для начертателей, который позволяет крафтить контракт с Седьмым Легионом или с Армией Чести. Конкретно чертеж идет третьего левела. Также мы помним о том, что эти две фракции нужны для разблокировки двух союзных фракций. А именно Макхары у Орды и Дворф Черного Железа у Альянса. Следующая фракция Альянса это Орден Возрождения Шторма. Буфашная фракция, которая находится в Долине Штормов. Что она полезного нам дает? Она дает питомцам под названием Пурпурный Глубинный Угарь. Интересный питомец, который, по моему, ни в одном сетапе не использовался мной. То есть ни на локалках, ни на турнире Небожителей, ни где-либо еще. Просто-напросто он для количества находится. Также имеется символ Возрождения Шторма для начертателей. Символ этот делается для мага. Следующая фракция у Альянса это Орден Пылающих Углей, который находится в Друстваре. И эта фракция дает такого питомца, как Кобальтовый Ворон. Использовался ли он где-то? Это довольно-таки вопрос хороший. Настакталось их уже большое количество. И, по-моему, он нигде не использовался. Также имеется игрушка. Заколдованный чайный набор. А имеется ли она у меня? Ну, конечно же. Устраивает колдовское чаепитие для ваших друзей. КД 15 минут. Вот оно чаепитие. Вот можно юзнуть. Что мы с этого получаем? Бафчик 20-секундный. Мы пьем чаек? Или что-то происходит вообще с персонажем? А, ну да. Мы пьем чаек. Миленько. Миленько. Далее Альянсовская фракция последняя. Это Адмиралтейство Праудмуров. Она нужна, во-первых, для того, чтобы разблокировать култиросцев, союзную расу. А также можно получить питомца и игрушку. Игрушка под названием Музыкальная шкатулка Праудмуров. Там, наверное, звук должен какой-то играться, но так как у меня звуки все выключены, мы этого не услышим. Питомец под названием Альбатрос. Птенец Альбатроса. Три оставшиеся фракции на Орде. Это Империя Зандалари, которая открывает нам зандаларских троллей в виде союзной расы. Но также с сундучка за дополнительную репутацию можно получить игрушку. Кормежный колокольчик боевых ящеров. Вот, наверное, получением всех тех игрушек я скоро займусь. Эта идея довольно-таки хорошая. Экспедиция Таланджи приносит такого питомца, как детеныш Алого Нитопыря. Он у меня есть откуда-то? Не помню уже откуда. Окей. И также можно получить игрушку, которая называется «За кровавого бога». Да, это именно ее такое название. Пожертвовать свою кровь кровавому богу, чтобы превратиться в тролля крови на 15 минут. Вот эти всякие превращения, изменения вида внешнего всегда интересно и красиво в основном выглядят. Хотелось бы получить такую игрушку. Последняя фракция Орды — это Валдунцы. Что у них интересного имеется? У них имеются две игрушки, а именно «Плотный завтрак» из Таверны «Золотой клык». Также имеется игрушка «Музыкальная шкатулка Миры». Включает видавшую виды музыкальную шкатулку, играющую величайший хит «Миры». Но это, знаете, можно сказать, аналог музыкальной шкатулки прауднуров. Но серьезно, точно такое же все у этих жителей Валдуна. Но также мы помним о том, что данная репутация при превознесении и при выполнении определенных условий даст нам в виде союзной расы милых вульпер. Также в дополнение «Бадлфо Азерот» имеются три нейтральные фракции, а именно «Ржевоболтское сопротивление», «Тарталанские искатели» и «Защитники Азерот». У них тоже есть интересные награды, о которых стоит поговорить. Например, у «Ржевоболтов», назовем их так сокращенно, имеются эссенции четвертого уровня за сундучки, которые мы латаем за 10 тысяч репутации, а именно «Протокол очищения» и «Нейтрализующая динамо», а также «Источник бытия». Помимо эссенций с сундучков за дополнительную репутацию, можно получить два чертежа. Первый — это микробот, крафт-питомца, он даже использовался где-то, не зря его аппл до 25-го левела. Ну а также второй чертеж — это знак различия «Ржевоболтского сопротивления». Все эти чертежи нужны для мета-ачивы, моему прогон по мехагону. Там нужно все-все-все ачивочки сделать и получить, само собой, все-все-все чертежи. Вот, также для чего этот знак еще нужен? По-моему, он дает репутацию твинкам. Могу ошибаться, но никогда это не крафтил. Не стоит забывать о том, что «Ржевобольтское сопротивление» нужно нам для открытия союзной расы, а именно для механогномов. У тарталанских искателей, само собой, спектр наград чуточку меньше. Там игрушка одна и два рецепта. Если перейти к рецептам, то там третий уровень кровяного пира и третий уровень баралусской кровяной колбаски. Ну а игрушка под названием «Аквариум», а именно «Аквариум со светящимся иглобрюхом». Выставить «Аквариум» с ним. КД «Час». Ну, выставили мы его, и что? Окей. Это «Аквариум», чтобы вы понимали. Фракция «Защитники Азерот» имеет еще меньше наград. Одна единственная игрушка, а именно пусковая установка для азеритовых фейерверков. Хотя бы она, наверное, красиво должна выглядеть. Вполне. Переходим дальше. Дополнение «Легион». Там очень много фракций. Награды такие, в целом, неплохие. Стоит это признать. «Осиротевший» — «Сквернотопырь». Да, по-моему, правильное ударение. Не зря его аппл до 25 уровня, значит, он где-то использовался. Это награда за сундучок армии по гибели «Легиона». В «Легионе» есть островок отдельный, на котором делается кампания гарнизона, на котором вообще происходит сражение с Тилджеданом в гробнице Саргераса. И вот на этом всем островке качается эта репутация, и можно получить такого питомца. Репутация качается путем локалочек, квестов и всяких различных прочих действий. В целом, как и любая фракция, качается точно так же. Квестики там, локалочки. «Светящийся сундучок» — это награда фракции под названием «Армия Света». Имеются три маунта. Первый — «Благословленный» — «Сквернотопам». Второй — «Мстительный». Третий — «Великолепный». Увы, я в «Легион» играл очень много, но третьего маунта все так же не залутал. Быть может, пора вернуться на Аргус и пролутать его? Возможно. Так же есть игрушка, светящаяся сфера Света. Мы юзаем ее и кидаем другому игроку, и, может быть, он ее нам перекинет. Конечно, если для этого нет препятствий. Не стоит забывать о том, что Армия Света нужна нам для создания Озаренных Дринеев. Альянсовская союзная раса. Защитники Аргуса — это еще одна фракция, которая находится на Аргусе, как Армия Света. Там нет какой-то уникальной награды в этом хрупком сундуке Кроккола. Но окей, там есть валюта, там есть голдишка, там есть ресурсы оплота класса. Но единственным уникальным итомом является Куб Открытий, который для текущего времени просто-напросто бесполезен. Он дает силу артефакта, твинкам, которые еще не апнули 110-й. Ну, в общем, я не думаю, что это как-то для вас интересно с целью того, чтобы увеличить коллекцию. Это обычный итом, который расходуемый. Но окей, не стоит забывать. Защитники Аргуса — это полезная фракция. Если вы ее прокачаете до Превознесения, то получите в свой спектр создания персонажей такую союзную расу, как Эльфы Бездны. Для Альянса. Двор Фарондиса. Легионовская фракция, в дополнительном сундучке которой может находиться тучекрылый гиппогриф. Возможно, кому-то он понравится по своей расцветке. Красное чуть-чуть крылышко. Тут желтенькое, тут зеленое, тут синее. Неужто это радуга? Какой-то такой слабый оттенок ее виден. Также очень много фракций в Легионе, как уже было сказано ранее. И они тоже дают маунтов. Ткачи Снов, например. Как бы это все открыто правильно. Вот они. Тайник Ткачей Снов. Имеется фракция, которая находится в Вальшаре. И можно залутать с этого сундучка такого маунта, как Дикий Снаходец. Далее, какую фракцию мы рассмотрим. Ну, допустим, с Крутогорья. Тоже можно маунта полутать у такой фракции, как племена Крутогорья. Маунт называется Старорок Крутогорья. И также открывается союзная раса. То у Рены Крутогорья. Слишком много Крутогорья используется в данном монологе. Ну, что уж тут поделать. Помраченные. Это еще одна фракция Легиона, которая дает маунта. Ковер-самолет. Если у вас нет партняшки, но очень хочется пролутать свой какой-то первый ковер-самолет, то прокачивайте 10 тысяч репутации. Далее, немножко удачи. Вскрывайте этот тайничок. И ковер-самолет ваш. Также не стоит забывать о том, что Помраченные открывают нам доступ к такой союзной фракции, как Ночнорожденные для Орды. Валарьяры. Это фракция, которая находится в Штормхейме. И если вы прокачаете 10 тысяч репутации, немножко удачи приложите к открытию сейфа валарьяров, то получите такого Штормокрыла. Весьма интересного и красивого маунта. Также, если приглядеться, у него имеются молнии. Последняя фракция, которая остается в Легионе, это Стражи. Стражи, общая фракция, которая защищает мир от Легиона и все такое прочее, дает игрушку под названием Лишний Плащ Сиры. Принять облик одного из Стражей. КД 2 часа. Как я уже говорил ранее, всякие такие игрушки очень интересны в использовании. И лично мне они очень нравятся. Вот он, облик одного из Стражей. Само собой, имеется Корабд, надетый. Но если его снять, например, что тут можно убрать поясок, то очень красивая, светлая, сама по себе форма. Плащик милый, само по себе одеяние довольно-таки красивое и гармоничное. Это абсолютно все награды фракции Легиона, фракции Battle for Azeroth, которые можно полутать под бонусом на 100% репутации. Само собой, если вы хотите игрушки, вы будете прокачивать репутацию с теми фракциями, с которых вы получаете игрушечки. Если вы хотите увеличить свой спектр маунтов, то я советую вам посидеть в Легионе и поделать эти локалочки легионовские. Это, конечно, весело, будет возвращаться старый контент, но что поделать, если вы не играли в него и вам реально хочется увеличить свою коллекцию, я считаю, это довольно-таки неплохое действие. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылках в описании. До скорого!